Лёгким движением руки выполняется серьёзная операционная задача. Подходим к пациенту, выдерживая руки друг друга на небольшом расстоянии, нажимаем на кнопку выставления. Вместо скальпеля – кнопка на пульте управления. А обзор на 180 градусов открывается благодаря специальным ВИАР-очкам. Это тренажёр, который придумали и собрали в Самаре. С помощью виртуальной реальности врач переносится в операционную и по заданному сценарию, всего их восемь, отрабатывает медицинский навык. Преимущество этой программы в том, что она доводит до автоматизма хронологию событий. То есть начинается программа с того, что вы начинаете обрабатывать руки. После того, как вы обрабатываете руки, вы называете, каким способом вы обработали. Потом вы одеваете перчатки, что необходимо. Потом вы в правильном последовательстве определяете пульс, определяете свободу верхних дыхательных путей. И всё это дело производится по сценарию программы. Я думаю, что перспектива у неё довольно-таки хорошая. Если в дальнейшем внедрять её в определённую область, это лишь смотреть. Потому что пока это только первоначальный этап показания якостно неотложной медицинской помощи. Разработка самарских учёных активно завоёвывает медицинский рынок. Аппарат сегодня используют не только в самарских вузах и больницах, но и за пределами региона. Его отличие от аналогов – максимальная реалистичность и полное погружение в виртуальную реальность. У нас больше именно каких-то взаимодействий с объектами. Там всё же достаточно линейно. И за вас всё выполняет ассистент. Грубо говоря, там как диалоговый минимум. Мы в нём что-то выбираем, нажимаем, и что-то происходит. У нас же надо взять определённый инструмент, поднести его к определённой области, сделать определённые действия. Новое оборудование способно полностью заменить дорогостоящие иностранные манекены, на которых сдают экзамены студенты-медики, и сэкономить деньги на их приобретение. Максим Магомедов, Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Всё.